всем огромнейший привет я сейчас заканчиваю это украшение буду закрывать второй конец шнура с этой стороны у меня крючок а с другой стороны будет петелька и запишу видео о том как я это делаю когда я показывала как плести этот жгут этот шнур то в принципе плетение не составляет никакой трудности здесь в основном всего два шага один шаг с кристаллами а другой шаг с петелькой последняя петелька каким образом я ее закрываю я набираю первую петлю как и в предыдущих петлях а вот вторую я замыкаю на этой восьмерки то есть я набираю две бисеринки 11 размера прохожу восьмерку и еще две бисеринки и в эту же восьмерку с другой стороны я таким образом сужая вот этот угол чтобы пропустить его в шапочку так будет удобнее если не очень подтянута можно еще раз пройтись подтянуть в итоге мы должны выйти верхнюю бисеринку восьмого размера и выхожу восьмерку я выбрала вот такие шапки колпачки принципе неплохо садится этот колпачок по размеру подходит тютелька в тютельку я надеваю колпачок далее бисеринку которая у меня участвовала вот здесь плетение это восьмерочка далее бусинку вот такой вот бусинку она тоже участвует у меня в были опять восьмерочка состав уже набирается далее протектор и прежде чем я протяну ниточку я надену замочек здесь немножко повнимательнее надо смотреть потому что обычно с протектора все сползает нужно сделать так чтобы ниточка здесь зацепилась и иду в обратном порядке не очень здесь будет удобно пришивать сейчас объясню почему потому что здесь бисеринка в которой я вхожу для нее нужен как бы вход перпендикулярные движения нитки поэтому следующий раз когда я уже затянул колпачок то я буду стараться пройти вот по этим бисеринкам и подтягиваю смотрю что у меня ниточка не соскальзывала хорошо подтягиваю здесь можно поджать протектор можно плоскогубцами или рукой если получается и второй раз прохожу в этом же направлении моя задача пройти как можно больше количество раз по этому набору чтобы укрепить замочек когда я возвращаюсь иду в обратном порядке то здесь я уже не вижу плетение поэтому я на ощупь пытаюсь попасть в бисеринке ничего страшного если там где-то будет нитка ее во первых уже не будет видно потом мы столько раз пройдем это сделать не очень просто но в принципе где-то в какие-то попасть можно вот я вижу что у меня иголка вышла из бисерины так подтянула я второй раз здесь я немножечко подальше ухожу в плетение для крепости прохожу на нижний ряд жгутика подтягиваю здесь могу пройти по этим по этому ряду вот например я вижу у меня здесь нитка я поэтому здесь и прохожу чтобы можно было подтянуть вот так я все это дело подтянула и еще раз вхожу в бисеринку и прохожу по этому набору таким образом можно приплести замочек именно ниткой это не на ювелирном тросики здесь нет кримпов я сейчас похожу ниткой но столько сколько у меня получится раз потому что здесь нужно и поближе глазам и повнимательнее посмотреть и покажу вам результат я прошлась еще пару раз у меня заканчивается ниточка я ухожу дальше в плетение и буду завязывать узелочки немножко отойду от конца здесь завяжу один узелочек пойду еще ниже самое главное ходить по плетению так как нитка уже путешествовала не надо и новые маршруты создавать потому что тогда во первых она может быть видна так как она перекосит плетение давайте вот последний где-нибудь узелочек сделаем узелочки напоминаю делаем цепляя за ниточку и я отрезаю кончик замочек пришить и я надеюсь будет долго и надежно носиться в итоге у меня получилось украшение сейчас покажу полностью вот такое здесь как вы видите я немножечко меняла бисер мне показалось будет поля писта если сделать полностью такой шнур поэтому я перешла на бисер взяла восьмерочку чех нашел все у меня тоже бирюзовой и вот таким образом привесила бэйл так как я пробовала этот бэйл и плела не на камеру не знала что получится когда на камеру придет плетешь то это естественно нужно подготовиться нужно освещение подготовить а когда просто еще пробуешь то вообще не до камеры честно говоря поэтому уже по результату могу сказать что бэйл получился интересным даже с украшением и готова с вами поделиться теперь каким образом его плести он не очень простой как кажется на первый взгляд там есть свои подводные камни но сейчас вам все расскажу и покажу буду плести тогда был к этой подвески мне нужно будет бусины для украшения самого кольца три штучки мне хватит это зависит от того какой еще толщины жгутик какой толщины этот шнур если он толстый если делать толще то и был будет больше тогда возможно этих бусин потребуется больше я взяла только три штучки не стала его плести не стала их вставлять по по всей окружности и нужен бисер восьмерка я использовала тоха восьмерку это номер его очень красивый он матовый и в то же время с серебристой серединкой золотой ну или золотой серединкой если вы хотите чтобы получилось у вас в один один в один так же как и у меня то уберите тот же размер и те же фирмы потому что если вы меняете например на восьмерку чех то он будет уже и возможно придется носить какие-то корректировки может быть надо тогда будет брать поменьше вот эти бусины а может быть вы что-нибудь другое вставить и поэтому тут смотрите на ваше усмотрение и на наличие вашего материала что под рукой из чего вы плетете что вам подходит я этот был плела на файлоне но взяла потолще чуть 018 я взяла один размах нити оставляю кончик сантиметров 15-20 нанизываю первую бисеринку и вхожу в нее еще разочек это у меня будет узелковая бисеринка но она будет тоже участвовать и в плетении потом эту ниточку можно будет вынуть если она будет видно и заправить нитку в плетение вместе с этой узелковой с этим узелочком я набираю 8 бисерин почему 8 потому что мне показалось что именно эта ширина будет хорошо смотреться с подвеской вам тоже нужно сориентироваться какой ширины взять если подвеска маленькая то и бисерин надо брать меньше но может быть тогда вы какой-то другой и рисунок придумаете для этого бейла потому что здесь все завязано именно на размерах и на количестве 8 бисеринок я набрала и начинаю мозаичное плетение разворачивая здесь у меня стоп бусина отсюда я буду входить я набираю бисеринку вхожу во вторую то есть седьмую из набранных тяну набираю следующую бисеринку и вхожу вот здесь внимание 2 в 2 сразу же и подтягиваем продолжаем еще набираю бисеринку и вот здесь внимание здесь при плетении мозаичное на нечетное количество несмотря на то что мы сразу же набрали 8 но так как мы здесь две пропустили у нас получилось по выходу нечетное количество я придумала такой алгоритм быстрый ну может быть не я придумал я доперла своим умом наверняка он уже есть но я таскать дошла до него своим собственным умом и трудом здесь в конце я прохожу сразу через две бисеринки на нечетное количество нужно всегда в конце поплутать немножечко походить туда-сюда чтобы выйти в правильном направлении набираю еще одну бисеринку прохожу опять через две по диагонали вот в эту и в эту подтягиваю разворачиваюсь в эту бисеринку и прохожу опять по диагонали только теперь в 3 вот так вот пока все это немножко криво косо но все это исправится и выхожу в эту крайнюю бисеринку уже в нужном мне направлении чтобы идти обратно набираю бисеринку вхожу далее две бисеринки вхожу выступающую еще одну бисеринку вхожу в последнюю выступающую разворачиваюсь плиту мозаикой еще рядок набираю следующую прохожу через две и опять будем крутиться получается когда мы плетем с этого края мы всегда очень хорошо выходим как в плетении на четное количество с этого края будем крутиться набираем бисерину 2 проходим через 2 набираю бисерину прохожу через две наискосок здесь можно и бантиком ходить вот эти пять бисерин можно в принципе путешествовать бантиком это чуть подольше получается и ложатся они вот сразу чуть ровнее но в результате плетения они будут все равно ровно ложится так после того когда мы вышли из этой проходим по диагонали в 3 и выходим в нужную бисеринку так ниточка выходит сверху вниз в этом ряду уже будут приплетать бусину у меня рандель напоминает 4 на 6 миллиметров он очень хорошо помещается в этом промежутке две бисерины восьмерки это 4 миллиметра я его вплетаю ничего я не перетягиваю так как понятно что здесь отверстие выше поэтому не стараюсь сделать так чтобы не было видно нитки и и все равно не будет видно по ходу плетения все скроется потому что через эту бусину мы сейчас пройдем еще несколько раз в обратном порядке путешествую раз бисеринка 2 вхожу в рандель 3 здесь как всегда буду крутиться 2 2 3 и выхожу в нужном направлении когда сейчас мы идем в обратном порядке то я прохожу сразу через три элемента бисеринку бусину и бисеринку видите уже собственно говоря третий раз через нее проходит нитка завершаю здесь и четвертый раз все равно буду проходить через бусину иду мозаикой первую приплетаю вторую через бусину вот здесь она будет немножко топорщится вставать как бы не на свое место не пугайтесь это нормально беру следующую здесь покручусь я очень давно показывала вот это вот прохождение бабочкой я научилась этому в книжке когда только увлеклась бисероплетением всю эту историю увлечения можно найти у меня на канале так как у меня уже давно выходит видео на канале поменялась тема но видео выходит давно и видно когда я начала увлекаться бисером когда идем мы в обратном порядке то здесь набираем две бисерины уже в бусину не входим и завершаем ряд следующий ряд тоже только бисером проходим в центральные 2 здесь крутимся и выходим в нужном направлении и вот сейчас я не делала больших перерывов я оставляла только одну бисерную палочку между бусинами и сейчас буду приплетать вторую бусину буду аналогичным образом приплетать вторую бусину а дальше и третью эту полосочку сплету чуть по длине и вернусь к вам я добавляю еще две бисерины после трех бусин проплетаю еще ряд туда-обратно это туда теперь обратно в идеале конечно если у вас уже готов жгутик на которую будете это привешивать я так и делала в том украшении я примеряла по жгуту остановилась в том моменте когда жгут уже ну вот нужно было соединять и я соединяла в кольцо это плетение прямо на жгуте сейчас у меня нет жгутика поэтому я вначале сделаю кольцо а потом буду искать варианты что мне можно пропустить в это кольцо может быть такой же жгутик сплетется а может быть возникнут совершенно новые идеи например можно это сделать на шнурах или на какой-нибудь ленточки а может быть даже на шарфике небольшом то есть вот сейчас я буду их соединять вот на жгуте было бы понятно давайте им как раз кусочек шкута возьму и покажу как вот так вот вы жгут обнимаете концы этого плетения будут зигзагообразные и их соединяем как молния то есть прохожу в эту потом в эту можно так сразу по 2 наискосок проходить не будущее стягивать потому что у меня нет задачи оставить это кольцо на жгуте 2 здесь прохожу сюда в одну и здесь тоже и сюда вот здесь у меня сверху сама нитка вы помните это первая самая бусинка и буду разворачиваться в эту бусинку и идти также зигзагом в обратном направлении но сейчас сниму со жгута и буду стягивать и пройдусь в обратном направлении вот так можно походить несколько раз немножечко меняя сами бисерины через который мы ходим вот если вам кажется что где-то расхлябана где-то не подтянулась там и походите потом эту ниточку которая была оставлена в начале плетения ее потом в плиту что я делала дальше тут у меня правда идет смена бисера вот такой цвет участвовал в плетении поэтому я здесь саму подвеску и привесил он такой же бисер то здесь вы можете совершенно любой можете для контраста что-нибудь сюда привесить ну давайте тот же возьму я разворачиваюсь и дохожу до середины стараюсь держаться поближе к бусине бусина у меня находится вот здесь справа а я выхожу отсюда набираю 3 бисерины пропускаю эти две и захожу вот в эту бисеринку которая напротив той из которой выходит ниточка вот получается петелька разворачиваюсь в эту бисеринку рядом с бусинкой набираю еще три штучки и вхожу вот в эту бисеринку разворачиваюсь и прохожу по первой петельке еще разок моя задача приплести эти петли по надежнее к самому плетению потому что только на этих петлях будет держаться подвеска и опять разворачиваюсь и прохожу через вторую петельку здесь допустим можно дойти до конца то есть подключить еще бисер не только на тех двух путешествовать так нитка вот хорошо что заметила нитку потому что когда нитка захлестнется потом уже хоть плач но надо распускать и последний раз еще пройду по этим петлям три раза в чем сложность этой подвески в том что колечко у этой подвески расположена горизонтально они вертикально если бы колечко располагалась вертикально вообще бы не было никаких вопросов просто через бисер вы пришили и все а здесь горизонтально вот как пришить горизонтальное колечко я вышла из ситуации таким способом я выхожу во вторую бисеринку немножко бисер яркий но надеюсь будет видно вот выхожу во вторую бисеринку прохожу через колечко да кстати можно тут в этот момент выбрать лицевую сторону так как лицо будет с этой стороны я выберу я выбираю ту которая хотя здесь обе стороны тут и выбирать любую можно поставить захожу в кольцо немножко неудобно захожу в кольцо нитка выходит у меня из этой второй бисерины я захожу во вторую бисерину 2 петли как бы по кругу в обратном порядке захожу опять в кольцо немножечко подтягиваем и опять во вторую бисерину 1 петли во вторую бисерину 1 петли я буду входить сверху вниз а во вторую бисерину 2 петли снизу вверх а между ними буду проходить в кольцо и тогда колечко встанет ровно она встанет между этими бисеринами но встанет ровно напоминаю что тянем мы в том направлении в котором идет нитка и буду путешествовать в кольцо и в эти бисерины еще несколько раз для того чтобы соединение это укрепить эта подвеска будет держаться только на нитке поэтому мне важно чтобы она была крепкой я сейчас похожу и вернусь ну вот я сделала еще раза три наверно прошлась для более крепкого соединения вышла из этой бисерины и буду уходить плетение и завязывать узелки перейду на эту сторону потому что с этой стороны я эту еще нитку буду закреплять вышла на край кольца и здесь можно по краю немножечко пройти если вам кажется что край например как-то фолдит или бисеринки лежат не не очень ровно то можно вот так вот по ним походить выравнивая и укрепляя край и вот сейчас я буду завязывать узелочки собственно говоря как завязывать узелочки вы только что посмотрели когда я заканчивала пришивать концевик на жгутик сейчас уберу ниточки и покажу результат осталось мне закрепить вторую ниточку вспомнила что не показала как вытащить ее просто мы подцепляем иголочкой ту нитку которая видна вот мы делали 100 бусину эту первую и все и вытащили ее сейчас я вдеваю иголочку и делаю узелки ну вот что у меня получилось то же самое что и здесь осталось только наполнить что-то сюда продеть ой наверное я другой цвет зима мне кажется немножко отличается оттенок это неважно конечно же хотя даже этот цвет сюда больше подходит будем считать что что не происходит происходит к лучшему на этом я буду завершать достаточно долгое видео напишите мне был ли понятен мастер-класс он не из легких вот это плетение бейла то есть там немножечко нужно посидеть бывают ошибки можно не туда пойти но справиться возможно это все в наших силах все в наших руках я желаю чтобы у вас все получилось также творческого вдохновения самое главное здоровье и до новых встреч пока пока